Телекомпания «Вид» представляет. 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 Да? Хорошие люди? Да. Только они так. Ну что, будем к Клименкам заходить? Нет, не хочу даже. Сейчас не очень верю, дед Марица. Ну как, я знаю, что его нету, но все равно надеюсь, что он есть. У него есть волшебные олени и его дочка Снегурочка. Внучка. А? Внучка. Я не слышал. Внучка. Внучка. Я думаю, что в уважающем себя государстве такие письма просто не могут оставаться без внимания. Кстати, почему это меня должно волновать, например, меньше, чем Ельцина? Ну да. Я думаю, что на самом деле эти письма адресованы тем людям, кто сам считает, что они адресованы им. И за этот год таких людей стало явно больше. Поэтому мне кажется, что мы чуть больше стали государством за этот год. Пожалуйста, уведите детей от телевизора. А вы, Полина Никитична, останьтесь. Сейчас мы вам покажем, как это делается. Здравствуйте, уважаемый директор фабрики «Красный Октябрь». К вам обращается семья из 11 человек. Мамы, папы и девятерей детишек. У нас семья очень дружная, хорошая. Но вот беда. Все есть лосьоны, кроме папы. А конфеты бывают у нас очень редко. Шоколад. Шоколад – это очень сложный продукт. Он делается из какао-бобов, которые растут далеко-далеко, где-то в экваториальной части нашей земли. Добавляется сахар, еще какао-масло, какао-тертый, и получается шоколад. С фабрикой «Красный Октябрь» мы дружим давно. На прошлый Новый год мы вместе готовили подарки от Деда Мороза. В этом году кондитеры тоже решили не изменять традиции. Они не только пригласили на экскурсию по фабрике многодетную семью Кузнецовых, но и пообещали – никто из написавших письма Деду Морозу без сладкого не останется. Новый год без конфет – это не праздник. Овик Исаян живет в Вологде. Десять лет назад, после землетрясения в Армении, сюда переехала его семья. Овик старается хорошо себя вести и учиться без строек. Ведь у него есть очень серьезная мечта. Я бы хотела стать президентом Армении. Новогоднее обращение будущего президента Армении Овика Исаяна. Ну, я желаю всем людям счастья в новом году. Чтобы родители не расстраивались, если даже, например, не выдают зарплату, детям можно все объяснить, они поймут. Впрочем, это не единственная мечта Овика. Есть еще одна – велосипед. Дорогой Дед Мороз, я, конечно, знаю, что вы про меня все знаете. И то, как я учусь, и то, какое у меня настроение, и даже все мои мечты. Извини, дорогой Дед Мороз, я знаю, что у вас забот очень много. Я стараюсь слушаться маму, помогаю ей, сестре. Летом смотрю на мальчиков из нашего двора, они катаются на велосипедах. Я тоже хочу и мечтаю, чтобы у меня тоже был. На Нижегородском заводе Вилон письмо Овика внимательно прочли. Равнодушных не осталось. Наш завод принял решение осуществить мечту Овика и подарить ему велосипед. 30 великов уже готовы к отправке адресатам, тем, кто написал Деду Морозу. Один из них едет в Вологду, будущему президенту Армении. В детстве я тоже видел Деда Мороза. Даже несколько раз написал ему письма. Но, к сожалению, на эти письма не пришло ответа. На Екатеринбургский почтам, где тоже скопилось много писем Деду Морозу, пришел молодой человек и забрал целый мешок писем, пообещав, что без ответа они не останутся. Выяснилось, что это депутат Государственной Думы Дмитрий Голованов. Вспомнил детство не столь уж далекое и решил пообщаться с детьми. Так депутат стал Дедом Морозом. Слушал стихи и песни, интересовался оценками, попивал с родителями чаек и, естественно, всем дарил подарки. Не как депутат, а просто так, от души. Дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста, разговаривающую куклу. А Света из Кемерово очень просит Барби. Дедушка Мороз и Снегурка, пришлите мне, пожалуйста, бетономешалку, как у моего папы. И еще мою любимую пепси-колу. А эти Дед Мороз и Снегурочка наши взглядовские. С каждым годом у нас появляется все больше друзей. И, наконец-то, в наши ряды влились профессионалы. Фирма «Детский мир», которая уж точно понимает толк в подарках. Мы вместе с компанией «Пепси-кола» только успевали их упаковывать. Теперь можно не сомневаться – подарки получат все. У нас в детском мире, как видите, самый большой выбор этих подарков. Конечно, мы не могли не откликнуться на просьбу Деда Мороза и подобрали ему подарки для всех-всех детей, которые прислали ему письма. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Пишет тебе Саша. Мне 13 лет. Живу я в поселке Табачном. Наш поселок маленький. В нем выращивают табак. В поселке у нас есть веселые люди, но они радуются сами для себя. А от другого человека они отворачиваются. Иногда мне бывает скучно, но я научился вязать. Саша Краюшкин из Краснодарского края попросил Деда Мороза о самом сокровенном. Илья у нас дружная, но несчастная, как говорит мама. Мама много лет не видела своего папу, моего дедушки. Всю мечтает о него съездить, но они живут очень далеко в Ивановской области. А денег нет. А дедушку я очень люблю. Хоть видел я его очень мало, но он всегда дарил нам подарки. А теперь не дарит. Он сам тяжело живет. Мы помогли Сашиному дедушке добраться из Ивановской области до поселка Табачного. Родные люди должны встречаться. Это ведь ясно не только Деду Морозу. Ну чего ты сидишь тут? Деда, привет! Привет! Пойдем, пойдем, пойдем. Папа! Папочка, Господи, как бы я тебя давно не видела. Какое же счастье, папа, что ты приехал. Спасибо, мои дорогие внучата. И спасибо, что самое большое, Саша, тебе, что ты сумел меня сюда вызвать. Я думаю, что из всего этого может вырасти новый и очень правильный обычай. Ну, собственно, это уже происходит. Вы же видели сюжеты из Екатеринбурга. Да, что особенно ценно без всякого участия телевидения. Никаких манипуляций. Да, да. Причем про Екатеринбург это выяснилось действительно совершенно случайно. Когда наш СОПКОР Оксана Панова позвонила на главпочтам. Вот в этот отдел невостребной корреспонденции. Ей сказали, а ваши письма уже забрали. То есть письма к Деду Морозу. Пришлось делать специальное расследование, чтобы выяснить, кто за этим скрывается. За этим скрывался самый молодой депутат Госдумы Дмитрий Голованов. Вот он. Хочется, Дим, чтобы страна увидела тебя без бороды. И сколько же писем было на Екатеринбургском главпочтамте? Писем было много, но мы взяли несколько десятков, около ста. Попытались на них ответить. И сколько мог, я сам объехал в костюме Деда Мороза. Это, конечно, немного, но это просто то, что я мог сделать, сделать приятно для детей. Дима, вы уж меня извините, но после выборов в Санкт-Петербурге любые действия депутатов, людей с депутатским значком воспринимаются как новые избирательные технологии. У вас вообще есть имиджмейкер? Ну, сейчас до выборов еще далеко, и поэтому я считаю, так сказать, как бы об этом еще рано говорить. Ну, конечно, есть имиджмейкер, это необходимо сейчас, и нужно уже готовиться и к следующим выборам. Но пока я, что самое главное, старался не афишировать это то, что именно делаю как депутат. Просто мы разослали подарки, и мы часто проводим подобные акции благотворительные. Я считаю, что это нормально. Советы имиджмейкера было или нет? Одеть бороду и разослать подарки детям. Ну что, сейчас все этим пользуются? Ну, совета, конечно, не было. Это была, как сказать, чисто моя идея вот такая вот. Как-то, может быть, сбросить действительно вот этот галстук, да, вот этот пиджак, и просто вот так вот одеться и сделать что-то необычное. Это всегда интересно, это встряска прежде всего и для самого себя, чтобы как-то вот... И когда я смотрел со стороны, уже вот сейчас это как бы очень полезно и нужно. И если бы многие депутаты пытались, кроме официальности вот этой своей, и кроме серьезной работы как-то вот так вот по-простому пообщаться с людьми, это очень важно. Это хорошая идея. Представляю себе депутата Зюганова или депутата Строева, которые ходят с большим мешком по подъездам и поздравляют детей. Ну, тут возникает другой вопрос, который мучил любимого в прошлом году. Если в следующем году письма окажется в пять раз больше, что делать тогда? Ну, я думаю, если вот после вот этой передачи, наверное... Есть такой риск, да? Да, да. То есть, во-первых, писем будет больше, но во-вторых, может быть, и будет людей больше, которые заинтересуются, которые смогут помочь, которые смогут как-то в этом поучаствовать. Это же ведь тоже важно. Дима, вообще, мне кажется, что это большая ответственность. Вот представь, что ты перестанешь быть депутатом, ну, не дай бог, конечно, да? И кто потом будет детям объяснять, куда пропал Дед Мороз? Ну, я думаю, здесь не нужно быть депутатом для того, чтобы обойти несколько десятков, так сказать, квартир, сколько можешь, а в другие просто, так сказать, отправить эти подарки по почте. А вот это сейчас, кстати, очень важная вещь прозвучало, по-моему, что депутатом быть не нужно. Но, Дима, ты заканчивал философский факультет, да? Тогда вот такой вопрос, немножко философский тоже. А как, тем более, вы же взяли не все письма из главпочтанта, только часть. А как выбирать, как выбирать, там, между, я не знаю, мальчиком из поселка Табачный и девочкой из Екатеринбурга? Ну, действительно, вот эта проблема, она и я не думал, и, так сказать, все письма мы не сможем, так сказать, забрать и все подарки. Тем более, у некоторых письмов были очень серьезные подарки, там, кто-то просил машину родителям. То есть, и мы понимали, что мы это сделать просто не можем, и, действительно, то есть, после вот передачи, может, кто-то из детей увидит и скажет, что вот кому-то подарили, да, и будет какая-то обида. Но, как сказать, нельзя всех сделать счастливыми, но нужно попытаться, и я вот все-таки надеюсь, что после этой передачи не только дети начнут писать. Потому что я говорил, может, какие-то письма. Была у нас в прошлом году девочка, которая просила, дедушка Мороз, пришли мне, пожалуйста, серьги с бриллиантами, хотя бы с маленькими. Но я думаю, что она не меньше обрадовалась кукле Барби. Конечно. Ну, взрослым тоже нужна история с счастливым концом. Давайте сейчас прервемся, чтобы одну историю дорассказать. Она началась как раз перед прошлым Новым годом. Год назад, под Рождество, в квартире Сергея и Татьяны Савинах раздался странный телефонный звонок. Я говорю, а кто это? Ну, что ты, Танюша, говорит, это Дед Мороз, говорит. Будем считать так. Называй меня просто Дедушка Мороз. Сережке говорит, пожми руку, как настоящему мужчину, и этот самый, дай Бог, чтобы он выздоровел. А на следующий день почтальон принес денежный перевод на крупную сумму. Ее хватило для оплаты лечения Сергея. Собственно, Татьяна и Сергей и познакомились в свое время в госпитале. Сергей оказался там после контузии, полученной в Афгане. На молоденькую медсестру он сразу обратил внимание. Вскоре они поженились. Сотрудника ЗАГСа пришлось вызывать на дом. Болезнь прогрессировала. Сергей уже был практически парализован. Рассеянный склероз. Почти безнадежный диагноз. Многие считали Татьяну сумасшедшей. Она любила и верила. Так вот какое-то мне убеждение в голову вбилось, что я никому не нужен. Многие это говорили, просто у меня был такой вот недостаток небольшой. Но она это развеяла, недостаток быстро. Я ему даю понять, что я его люблю. Он этим и живет, наверное. Потому что он сам часто говорит, что если бы не ты, то у меня бы, наверное, не было уже в живых. Нелли, дочке Сергея и Тане уже три года. Мы рассказали эту историю любви в декабре прошлого года. Откликнулись многие и помогли, кто чем мог. Но тот звонок от Деда Мороза был первым. Нет, мы так и не узнали. Если честно, то в глубине души так вот... Хотелось бы этого человека услышать просто. Потому что в основном никто не назвался, кто помог. В основном никто не тот самый. Ну, это не важно, назвался, не назвался. А то, что откликнулись, вот. И, можно сказать, целиком изменили нашу жизнь. За этот год в семье Савиновых действительно изменилось практически все. Появились друзья. Они теперь часто заходят в гости. Изменилась обстановка. Друзья любят дарить подарки. Люди не называли себя. Но их деньги помогли пройти несколько этапов лечения. Теперь Сергей дома. Занимается с тренажерами. И даже пробует ходить. Подоцевать мы можем, в общем. Да. Надо стоять он может. Раньше не мог вообще стоять. И самое главное, появился смысл. Ясное представление о том, ради чего все-таки стоит жить. У меня цель появилась. Мне своих девочек нельзя оставлять. Одних, как говорится, на этом свете. Мне нужно ребенка дать воспитание. Постараться. В школу отправить и так далее. Я все равно не останусь в коляске. Буду бороться все равно. Да. Когда он чувствует силу, это уже, говорит, о том, что... Ну, все. Я занимаюсь до упора. Конечно, я боюсь переборщить просто. Я занимаюсь до изниможением. Да. Хотя мне сказали, тебе надо заниматься, иначе мышцы не пойдут. Самое главное, как дух. Как тебе скажешь, так оно и будет. А так многие по дороге даже до сих пор встречают такие знакомые, которые долго его не видели, не слышали. Сережа, говорит, живой. Я говорю, да он вас всех переживет. Мы, кстати, до сих пор не знаем, кто был тот человек, который тогда после взгляда позвонил в Рыбинск и предложил деньги. Я думаю, что это настоящий Дед Мороз. Если этот человек нас сейчас видит... Камрад. Это, кстати, к спору Баблиза из Курска с соседкой Полиной Никитичной. Достоверно установлено, что звонок такой был. Поэтому я думаю, что вы проиграли, Полина Никитична. Кто звонил, неизвестно. Так что, действительно, наверное, Дед Мороз. Да, с такой же вероятностью можно предположить, что звонили из администрации президента или какие-нибудь очень жалостливые инопланетяне. Кстати, да. Есть деловое предложение, да, Диме. Значит, у нас 1122 подарка, да? Для всех, чьи письма уже дошли до Северного полюса. И еще раз большое спасибо всем тем, кто нам в этом помогал. Но, однако, мы предполагаем, что как только закончится новогодний праздник, письма-то как раз и пойдут. И письма будет, может быть, даже в два раза больше, может быть, в три. Дим, нельзя все эти письма оставлять без внимания. Постараемся помочь им можем. Дим, идея, на самом деле, немножко, может быть, сложнее, а может быть, и проще. Но можно в Государственной Думе найти хотя бы пять депутатов, которые понимают, что не должно ни одно письмо в их хотя бы округах остаться без ответа? Можно найти пять таких депутатов? Ну, я думаю, можно найти и больше, наверное, если попытаться. Если за это взяться, потому что задача депутатов это не только сидеть в Думе и писать законы, как говорят, но это и работать с округом, и поэтому, я думаю, многие депутаты... Дим, ну, может быть, попробуем. Я не знаю, как, может быть, в вашей фракции. Может быть, объявления повесить просто. Примерно представляешь себе, Дим, вот этих людей, которые могли бы стать с тобой рядом плечом к плечу? Нет, ну, тут как, смотря, может быть, кто-то так вот одеться и пойти, может, не все смогли, но как-то помочь, как-то ответить. Да не надо одеваться, не нужно нам этих бороться. Да, ну, я думаю, мы найдем вместе общими усилиями и, думаю, не пять человек. Хорошо, решили. Поговорились. И, кстати, это касается, действительно, не только депутатов. Если вас волнует, чтобы следующие тысячи писем, они будут еще идти до старого нового года и, может быть, еще дальше. Если вас волнует, чтобы эти письма не остались без ответа, звоните. Наш телефон в прямом эфире 217-57-97-59. Вот он написан, вот он написан. А пока реклама. Вы смотрите «Взгляд». Наш телефон в прямом эфире 217-97-59. И вместе с самым молодым депутатом Госдумы Дмитрием Головановым мы продолжаем вербовать добровольцев в тайное общество Дед Мороз. Вот уже первые звонки. Сколько подарков нужно сделать и на какую сумму, чтобы вы дали мне три минуты во взгляде? О, товарищ, мы даже не будем вашу фамилию называть, потому что самому же потом будет стыдно. Как говорил кто-то из древних, торг здесь неуместен. Мы ничем не торгуем, извините. Давайте я вам лучше прочту письмо. Здравствуй, Дед Мороз. Меня зовут Илюша Минаев. Я учусь во втором классе. Я очень люблю Новый год. Но только сейчас стало тяжело и мне больше не обещают подарков. У меня есть брат Андрей. Ему 13 лет. Он учится играть на трубе и должен играть в оркестре. У него случилась беда. Труба пропала. Теперь он плачет, а мне его жалко. А никто не может ему помочь. Я прошу тебя, Дед Мороз, пришли моему брату трубу-помповую консул. А если у тебя хватит денег, то пришли мне игрушку. Сережа, шапка. Да, да. Шапка. Чечерин, 14. Сюда, сюда идите. Сюда. Так. Внимание. Внимание. Да. А они приезжают иногда, да? Не разные еда. А здесь у вас не живет никакой трубачок в этом дворе? Нет, я не знаю. Да загляйте, мой брат, сходят все эти сферы у Тимофеевича. А вы не слышали тут историю, у какого-то парня трубача пропала труба? Нет. Что это вообще за оркестр? Духовой. Духовой. Наш Калужский? Да, наверное. Наверное. А вы не слышали про него? Не видели никогда? Нет. Не приходите. Письмо, которое вам написало, это мой ученик. А вы про письмо, извините, я просто хочу. Вы про письмо откуда слышали? Нет. Просто когда поехали сюда, на Чечеверо, я так подумал, потому что у меня учится один мальчик вот такой вот, я знаю об этом. Ну я так, не то, что я сразу сообразил, а, ну как, даже не знаю, как сказать. У него труба пропала? Да. А зовут его как? Андрюша. А фамилия? Минавит. А он живет здесь? Он живет где-то здесь. Где я не знаю, потому что не разу где-то не было. А двадцать? Нет, к нам первый раз к наш двор, а там, в городе, кем-то. А в честь чего они знаете? Мы думали, что это агитация, да, чтобы молодежь вступала. А молодежь вступает? Да, это играет. Серьезно, да? А на чем? Да. А как тебя зовут? Илюша. А фамилия как? У него старший брат. Старший брат, да? А как брат зовут его? А? Как брат зовут? Андрей, да? А он на чем играет? На трубе у кого-то. Вот это. Он писал письмо. Куда ты писал письмо? Дед Мороз. И чего? А у него пропала труба вот такая. Такая вот хорошая. Консул. Консул. Ну, не праздник. И такая? Вот такая. Он хочет Дед Мороз вернуть брату трубу. Ну, это интересное ставило. Ну, не знаю, за что. Может, вместе назад. А тот, дома он сидит, в лотную сторону. Вот он. Привет. Илёш, адрес твой точный. Улица Чечерина, дом 14, квартира 8. Минает. Минает? Нет. Письмо одно просили передать. Подожди секунду. На. Дорогой Илюша, письмо твоё получил. Несмотря на то, что сейчас тяжело, твою просьбу я выполняю. Это случится сегодня, прямо сейчас. То, о чём ты просишь, находится во дворе, возле переднего колеса автобуса. Не забудь, пожалуйста, написать ответ. Д. М. Понял теперь. Теперь понял. А что там? Открылся. Сейчас. На. Андрюша, иди-ка. Поиграй с нами. Становись к своему руководителю. Поиграй с нами. Внимание. После трёх, ладно? Внимание. После трёх. Так, позже, не заставь. Пожалуйста. Раз, два, три. Скажи, Илюш. А вот ты когда письмо писал деду Морозу, ты брату говорил про это? Конечно. Я, конечно, увидел. Видел, да? Конечно. Ты, значит, рассчитывал на что-то? Ну да, рассчитывал. Но... Не так сильно. Но ты не веришь деду Морозу? Ну, после вот такого можно и... Да. Поверить. А есть вещи, в которые вы верите, во что другие люди не верят? Есть. Например? Не знаю. Не знаю. Есть. Бог есть. Чего? Бог. Бог? Ты веришь в Бога? Конечно. Скажи, Андрюх, а вообще, как ты думаешь, вообще справедливо так в жизни всё устроено? Между взрослыми, детьми, мужчинами, женщинами? Я думаю, нет. Почему? Всё. Ну, Чещерина, дом 14, квартира 8. Лучше что послать? А они получают больше, чем другие. И иногда они этого не заслуживают. А куда уехал оркестр? А? Наверное, в следующий двор поехал. И что это будет делать? Ну, как ты думаешь, что будет оркестр делать? Играть опять? А что оркестр делать? Играет. Очень сильное ощущение, конечно, у меня после этой истории. Настоящий брат. Настоящий брат, который сделал подарок своему старшему брату. Да, он не думал при этом наверняка о принципах социального распределения. И вот, знаешь, всегда в таких случаях боишься, что возникнет такой вопрос, очень понятный по-человечески. Вот почему не мне подарили трубу? Но люди радовались просто. Мы вот видели же, да, эти лица музыкантов в оркестре. Дим, а тебе кто запомнился больше всего из тех 70 детей, которым ты разносил подарки? Ну, сложно сказать. Все как-то дети, они по-разному реагировали. И родители по-разному. Некоторые ждали уже заранее. Некоторых детей не было дома. То есть даже было так, там вот девочка одна, ей уже лет, по-моему, 11 было. Вот. И она была в школе. То есть и родители, даже родители больше ждали, чем она. Вот. И были удивлены так. И очень приятно. То есть, ну, как бы каждый случай, он чем-то был отличен от другого. И действительно, это впечатление производит такое какое-то вот, ну, касательно, не то, что неизгладимое, но... Да неизгладимое, неизгладимое. Это хорошее. Это хорошее. Это хорошее. Нам это понятно очень. Да, но я вижу то, что у вас действительно постоянно в этом живете. Наш телефон в прямом эфире 217-97-59. И я надеюсь, что сегодня звонков от тех, кто хочет делать подарки, будет не меньше, чем звонков от тех, кто хочет их получать. Подарки нужно делать не потому, что нужно, а потому, что приятно. И я хочу еще раз вам показать, как это делается. От Волкова Димы. Класс 2В. Уважаемый Дедушка Мороз. Пришлите мне, пожалуйста, скрипку со смычком. Называется «Целая». Дима, да? Ну, давай знакомиться, Дима. Зовут меня Вячеслав Евгеньевич. Ты писал. Твой почерк. Ну, вот она. Пожалуйста, смотри. Ну, попробуй. Почта Деда Мороза. Северный полюс, 1, дробь 1. Здравствуй, дорогой Дима. Получили мы со Снегурочкой твое письмо. И, конечно, решили послать тебе скрипку. Но и ты напиши нам. А то пошлешь подарок и думаешь, понравился, не понравился. Да и вообще интересно знать о тебе побольше. Ты не думай. Я все письма очень внимательно читаю. И всем, всем стараюсь ответить. Так что пиши. Буду ждать. Адрес ты уже знаешь. Ну, все, пока. Твой Дед Мороз. Если вы, как сотрудники Центра изготовления и реставрации музыкальных инструментов «Прайд», фабрики «Красный Октябрь», Нижегородского велосипедного завода, Детского мира, компании «Пепсика», автоваза, лабораторию «Пса», как музыканты Духового оркестра Калужского электромеханического завода или как самый молодой депутат Госдумы Дмитрий Голованов, решите вступить в наш тайный союз? Звоните. 217-97-59. И еще одна хорошая новость к финалу. Вчера говорили по телефону с главным медьком Дмитрием Шагиным. Вспомнили питерских беспризорных. Мы у них отмечали 97-й год. Встречали 97-й год. Медьки обещали подкинуть беспризорникам елку и тельняшки. Говорят, скоро холода. Следующая серия операции с Новым годом во взгляде 11 января. Все только начинается. Новым годом во взгляде 11 января. Новым годом во взгляде 11 января. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...